Что вы едите на завтрак? Овсянка на завтрак. Польза или вред? Я консультант по питанию. Я работаю с клиентами уже более трех лет. И очень часто, очень часто, когда я читаю анкеты своих клиентов, у меня есть вопрос, что вы едите на завтрак? И часто я вижу ответ на этот вопрос, который выглядит следующим образом. На завтрак я стараюсь есть овсянку. Послушайте внимательно вот это выражение. Я стараюсь есть овсянку. Вас ничто здесь не напрягает? Вам ничто не кажется здесь странным и подозрительным? Лично меня напрягает слово «стараюсь». Смотрите, что касается еды. Мы хотим, чтобы наше питание приносило нам не только пользу, но еще и удовольствие. И, скорее всего, в первую очередь именно удовольствие. Когда человек говорит «я стараюсь есть овсянку», у меня возникает подозрение, что ест он ее не с удовольствием, а, скорее всего, через силу. Почему он это делает? Почему он старается есть овсянку, хотя его организм не очень охотно принимает эту овсянку на завтрак? У меня есть свои версии этого, и я хочу с вами сегодня этим поделиться. Есть несколько вариантов, когда овсянка на завтрак – это польза, и есть варианты, когда овсянка на завтрак – это вред. И сейчас я хочу объяснить, что я над этим понимаю. Смотрите, что такое овсянка? Это злаки. Это, по-другому говоря, это зерно. Зерно – это пища, которая не является очень уж естественной для питания человека. Но посудите сами. Если взять зернышко, голое зернышко овса, которое только что вынули, в первозданном виде, и проглотить его. Это зернышко в неизменном виде выйдет вместе со стулом. О чем это говорит? О том, что у человека нет ферментов, которые бы расщепляли зерна. Такие ферменты есть у птичек. Птички питаются зернышками и очень успешно. Но человек, чтобы приспособить зернышки к употреблению, научился их варить, вымачивать, парить, жарить и так далее, размалывать в муку. То есть делать все для того, чтобы это зернышко можно было расщепить внутри организма, усвоить, получить из него какие-то питательные вещества. А они, конечно же, там есть. Там есть витамины, есть микроэлементы. И человек научился добывать эти питательные вещества из термически приготовленных злаков. Поэтому мы не можем говорить, что овсянка это какой-то уж совсем прям неестественный продукт и он вредный. Нет. Человек научился делать ее естественным для своего питания и научился извлекать из нее пользу. В принципе, это касается любых злаков, любых зерен. Но давайте копнем глубже. Зерна, злаки, представляют из себя крахмалы. Крахмалы это подгруппа углеводов. В принципе, против углеводов я ничего не имею. Против углевода должны присутствовать в питании человека. Из углеводов мы получаем энергию. И эта триада, белки и жиры углевода, это классическая норма. И никто не отменял углеводы. Вопрос в другом. Кому овсянка полезна на завтрак? Если человек собирается пробежать марафонскую дистанцию, ему точно будет овсянка полезна на завтрак. Потому что это медленные углеводы. Потому что она будет долго расщепляться. Она будет давать много энергии. И человек растратит эту энергию на дистанции. И получит определенную точно пользу от медленных углеводов. Или, например, человек занимается тяжелым физическим трудом. Он копает какие-нибудь траншеи. Или разгружает вагоны. Ему точно овсянка на завтрак будет полезна. И при том, что если ему она нравится на завтрак, то, в принципе, это вполне себе хороший вариант. Но возьмем другой вариант. Если человек, например, я. Я не работаю физически. Я не бегаю марафонские дистанции. Я с утра занимаюсь обычно своими рабочими делами за компьютером. Я работаю с клиентами, с документами. И так далее. То есть я нахожусь дома. Я работаю из дома. И у меня есть возможность перекусывать. То есть если человек уходит из дома надолго и знает, что у него не будет возможности где-то еще покушать, то да, хорошо, он может поесть овсянки. И потом спокойно работать себе полдня и знать, что все спокойно, все нормально. Его живот наполнен пищей. И есть чем заняться. Бесварительная система может спокойно все переваривать. Я нахожусь дома. И я люблю фрукты. Человек, который любит фрукты, не может есть по утрам овсянку. Знаете почему? Потому что фрукты очень быстро перевариваются, а овсянка медленно. Если фрукты пойдут вторым эшелоном, то они догонят овсянку и начнут с ображения. А это метеоризм, слизообразование, газы, дискомфорт в кишечнике. Поэтому я делаю наоборот. Я первым эшелоном запускаю фрукты, а вторым завтраком уже у меня может быть овсянка. Хотя на самом деле я овсянку не очень люблю, поэтому в пищу употребляю ее крайне-крайне редко. Обычно, если это зима, и хочется чего-то горячего и плотного, и если мне нужно надолго уйти из дома, или мне нужно заниматься каким-то физическим трудом. Вот я вам описала варианты, когда как по-разному можно относиться к овсянке. Посмотрим еще один вариант. Если у человека лишний вес, и он ест с утра крахмалистую еду, такую как овсянка, то это не очень хороший вариант. Такому человеку лучше бы было съесть на завтрак, предположим, яйца с мятку и овощной сало. Это было бы гораздо лучше для снижения веса, нежели запихивать в себя крахмалы, углеводы с утра человеку с лишним весом, при том, если она ему еще и не очень нравится. Вот, пожалуйста, я вам привела сегодня в пример несколько вариантов употребления, либо неупотребления овсянки, и объяснила, что кому-то есть от этого вред, кому-то есть от этого польза. Поэтому выводы делайте сами, нужна ли вам овсянка по утрам. На сегодня у меня все. Если у вас есть вопросы по вашему питанию, по тому, что лучше есть на завтрак лично вам, вы можете написать эти вопросы в комментариях к видео, я постараюсь на них ответить. До скорых встреч! Ваша Байя Че.